Здравствуйте, коллеги, товарищи, друзья. Мы продолжаем короткие, небольшие материалы, связанные единой темой, противоречиями, перспективами, потенциалом социализации капитализма. Это второй фрагмент из этого небольшого цикла. Хочу сразу напомнить, что запись идет во время отпуска из гостиницы. К сожалению, в номерах нет интернета, в холле немного шумно, но, надеюсь, это не помешает нам поработать. Итак, мы говорили о том, что социализация капитализма возможна. Это те реформы, которые подготавливают качественные изменения, переход к коммунистическому обществу. Для этого перехода, безусловно, нужны, я подчеркиваю, качественные политические, экономические и социальные изменения, то, что называется революцией, не цветной, не искусственной, не политическим переворотом, а качественным изменением общественных отношений. Но реформы внутри старой системы, есть необходимое подготовительное пространство, плацдарм, если хотите, для перехода к качественно новому обществу, в том числе политического изменения общественной системы. Изменения, которые могут вполне происходить и мирно, на выборах, как это произошло в Чили, когда к власти пришел Лальенда, как это произошло в Испании в 1936 году, когда к власти пришли левые силы в 1936 году. Есть немало таких примеров. Сейчас левый президент победил в Боливии во второй раз. Есть примеры победы Чавеса на выборах в Венесуэле. Проблем много, но и позитив есть. Итак, какие ключевые изменения в социально-экономической сфере возможны в рамках таких реформ? Прежде всего, это частичное ограничение, частичное парирование противоречий и частичная замена рынка другими общественными отношениями. Какими? Ростками будущей планомерной организации общественного производства. Как написал еще сто лет назад Владимир Ильич Ленин, рынок, свободная конкуренция подорваны. Они подорваны за счет общественного регулирования, которая развивается сначала на пользу капитала, но может быть использована и для продвижения вперед, в будущем. Речь идет в данном случае, если перейти на язык 21 века, об активной промышленной политике и планировании. Развитие элементов демократического стратегического планирования это то, что необходимо сегодня для развития практически любой страны. Это то, что обеспечивало модернизацию в условиях позднего капитализма в самых разных странах. Сейчас таким образом решают проблемы Китай, Вьетнам. По этому пути делали немалые шаги, хотя с большими противоречиями. Венесуэльцы, когда пришел к власти левый блок, когда Чавес стал президентом. Поэтому пути шли, так скажем, относительно левые, социал-демократические правительства. Франции и ряда других стран Европы, когда после Второй мировой войны они осуществляли промышленный и научно-технический рывок. Что такое в данном случае планирование активной промышленной политики? Это единая программа, которую принимает государство. Я говорю об идеальном варианте глубоких реформ. В действительности, конечно, все это сделать полностью не удастся, но стремиться к этому идеалу необходимо, как и всегда. Стремиться надо к идеалу, чтобы получить максимально возможный позитивный результат. Итак, единая программа, у которой есть дерево целей. Целей, которые, безусловно, не смогут убрать до конца стремление увеличить прибыль на уровне фирм, на уровне частного капитала. Не смогут убрать до конца стремление увеличить максимальные стоимостные результаты, валовый внутренний продукт и так далее, на уровне экономики в целом. Но цели, которые могут потеснить прибыль, потеснить ВВП в качестве ориентации, ориентиров, стратегических ориентиров развития. Это цели развития человеческого потенциала, решения социальных и экологических проблем. В частности, снижение неравенства, повышение качества и продолжительности жизни, решение проблем технологического развития, сокращение грязного производства и так далее. Дерево целей. Соединенные воедино, они образуют то, ради чего, собственно, и будет развиваться экономика. Далее этот план включает в себя определенную программу трансформации институтов, правил игры. То, при помощи чего через политические, юридические формы, через идеологическое воздействие и экономическими методами удается несколько скорректировать, реформировать производственное отношение капитализма. О чем идет речь? Ну, во-первых, сам по себе план – это уже институциональная реформа. План как дополнение рынка и частичное ограничение и вытеснение рынка. Это раз. Два. Я буду говорить позже о реформировании отношений собственности, о социализации собственных. Это второй важнейший компонент институциональных реформ. Три. Сокращение неравенства за счет прогрессивного подоходного налога, прогрессивного налога на наследство и целого ряда других механизмов. Четыре. Реформы, позволяющие поднять качество жизни. Вот вокруг меня бездны детей, которые шумят. Но заодно это и свидетельство того, что жизнь продолжается. Итак, план включает в себя, безусловно, определенные шаги по реформированию института, правил игры. Далее. Под системой единой программы, единого плана, даже в рамках капитализма, может быть система обязательных государственных заданий для предприятий государственного сектора. Государство – собственник своих предприятий, общественных организаторов, общественных структур, таких как университеты. И в данном случае оно вполне может ставить конкретные цели развития, обеспечивать ресурсами, не только деньгами, обеспечивать использование результатов деятельности государственных организаций на общественные цели. Итак, директивный план для государственного сектора. Далее. Это плановые задания, в рамках которых плановые, конкретные задачи по реализации и осуществлению инвестиций и государственных закупок. Следующий компонент – это система селективного регулирования частного сектора. Активная промышленная политика как таковая. Механизм предельно прост в теории, труден в реализации, но опыт реализации модели стратегического активного воздействия косвенными методами на частный сектор известен. Известны примеры активной промышленной политики. Это даже Соединенные Штаты Америки, это страны Западной Европы, это, безусловно, Китай, Вьетнам, ряд стран Латинской Америки, Индия. Трудно найти страну, где такое не осуществляется. Может быть, Россия, где это очень слабо развивается. Итак, что это такое? Это система низких налогов, дешевых кредитов, поддержки через государственные инвестиции, через защиту от внешней конкуренции, тех предприятий, тех сфер деятельности, отраслей регионов, которые реализуют стратегические задачи государственного плана. Какие? Мы их назвали развитие высоких технологий, повышение качества жизни, прогресс в области науки, образования, культуры, решение экологических задач и так далее. Там же, где бизнес, частный бизнес, действует вопреки стратегическим интересам государства, или, по крайней мере, не в рамках стратегических программ государства, налоги высокие, поддержка отсутствует. Конкурируйте, а мы будем вас облагать достаточно высокими налогами с целью перераспределения средств в наиболее важные сектора экономики. Действует своего рода терволатор, такие, знаете, бегущие дорожки. Для бизнеса создается дорожка, если он встает на нее, он движется гораздо быстрее, чем обычный бизнес. И обратная дорожка, если он попадает в это пространство, на эту дорожку, то даже если он бежит быстро, действует активно, он остается на одном месте или движется назад. Терволатор вперед. Дешевые кредиты, низкие налоги, цитара, для ключевых нужных обществу в сфер. Терволатор, который тормозит. Высокие налоги и другие ограничительные меры для тех, кто вырубает лес, распродает ресурсы, использует тяжелый ручной труд и так далее. Ну и, наконец, принципиально важный компонент такого стратегического плана – это социально-экологические, технологические и многие другие нормативы, вплоть до правил ценообразования и государственного восстановления цен на ряд товаров. Ключевые медикаменты, потолок цен на базовые продукты питания, жилищно-коммунальное хозяйство, многое другое, что реально сегодня, даже в условиях капитализма, попадает в сферу, где государство регулирует цены либо устанавливает цены. Вот в Китае, например, до недавнего времени, возможно, и сейчас тоже, давно там не было в этой стране, цены даже на такси устанавливаются государством на федеральном или муниципальном уровне, а дальше частные фирмы конкурируют, кто лучше будет перевозить, но цена стандартная в любой фирме, в любом такси. Чек выдают, контроль очень жесткий и обслуживание качественное. Много, десятки раз приходилось пользоваться относительно дешевым такси в самых разных городах Китая. Следующий блок, принципиально важный блок, который я хотел осветить в рамках нашего вот этого второго фрагмента совместного материала, подготовленного Центром марксистских исследований о социализации капитализма, это вопросы о том, как можно социализировать отношения собственности, частично реформировать в пользу общества эти отношения в рамках капитализма. И, условно, вопрос о том, можем ли мы сразу и до конца избавиться от капитализма, один из самых интересных. Ряд революционных товарищей скажет, все национализировать сразу, как только левые получают политическую власть. Опыт показывает, невозможно. И новая экономическая политика в нашей стране, в Советском Союзе, и премьеры стран Латинской Америки, Азии, стран мировой социалистической системы, которые после Второй мировой войны, нашей победы в Великой Отечественной войне, далеко не сразу все национализировали. Итопыт показывает, что даже после политической победы левых остается пространство для частного капитала. Тем более оно остается и господствует в условиях позднего капитализма до такой политической победы. Но реформировать частную собственность, частично ограничить, развить общественный сектор, усилить его можно. О чем идет речь? Прежде всего, о системе отладки государственного сектора, производственного функционирования государственного сектора. Речь идет о том, чтобы здесь, с одной стороны, использовать производственный и управленческий опыт капитала, с другой стороны, ограничить его общественным контролем и самоуправлением. Об этом чуть позже. Какие направления социализации собственности хорошо известны и практически апробированы? Первое и самое очевидное – это расширение общественного сектора. подчеркиваю, не просто государственного, общественного, поскольку государственный сектор может работать на государственную бюрократию, он может работать на частный капитал. Не обязательно государственный сектор, это то, что работает на интересы страны, на интересы народа, на интересы трудящихся. Государственный сектор только тогда работает на эти интересы, когда он находится под общественным контролем. Это, кстати, важнейший акцент, важнейший акцент, я подчеркиваю. Но расширение общественного сектора, Не просто государственного. Это то, что сегодня является задачей номер один в рамках реформ, в рамках капитализма, реформирования капитализма. Это задачи минимум, которые ставят самые разные политические организации практически левого спектра практически во всех странах мира. О чем идет речь? О том, что природные ресурсы, энергетика, инфраструктура, социальная сфера, важнейшие области образования, здравоохранения, искусство, наука, решение экологических проблем, социальная работа. Все это должно быть в рамках общественного сектора. Ну и огромный блок, крайне актуальный сегодня, решение экологических проблем. Итак, это первый блок расширения общественного сектора. Второй блок социализации отношений собственности в рамках капитализма. Это поддержка экономики солидарности, различных форм кооперации, коллективных предприятий, передачи хотя бы части акций в руки работников. Это все переходные формы. Это не социализм и не коммунизм, в отличие от кооперации после победы политических левых сил. Но это шаги очень полезные и реальные. В Италии, в Бразилии, в Мексике, в Англии и даже в Соединенных Штатах Америки развиваются кооперативы. Работники оккупируют предприятия. Там широко распространены практики, так называемые recuperated factories, предприятия, которые захватываются работниками в случае, когда бизнес не может обеспечить их эффективное функционирование. Оккупируют земли, движение безземельных крестьян, МСТ в Латинской Америке, миллионное движение. Есть масса интереснейших разработок в этой области, поэтому это важнейшая задача развития экономики солидарности внутри капитализма. Это задача, которая частично, практически реализуется во многих странах мира. Государственное частное партнерство, которое может быть кормушкой для коррупционеров и соответствующих не только коррупционных, включенных в коррупционные сделки чиновников, но и включенных в коррупционные сделки бизнесменов. Государственное частное партнерство, если оно делается прозрачно, открыто, под общественным контролем, может усилить социальную направленность частного бизнеса. Социальная ответственность, ограничение частного бизнеса, обязательство по решению экологических, социальных проблем и так далее для бизнеса – это то, что тоже можно сделать и делается отчасти в рамках капиталистической системы. Ну и, наконец, важнейший компонент, который у нас последний по перечню, но, наверное, первый или один из первых по содержанию – это участие работников в управлении, в общественном контроле, причем участие на предприятиях всех фондов собственности. Примеры есть. На определенных этапах при победе социал-демократов, кооперирующихся с более последовательными левыми силами, даже в таких странах, как Федеративная Республика Германии или Франции или в скандинавских странах, во многих странах Латинской Америки, где у власти были и есть левые, работники имеют права по участию в управлении. Они могут входить в Совет директоров с правом решающего голоса, даже если коллектив не имеет акций. Есть опыт рабочего контроля, который осуществлялся в условиях новой экономической политики в нашей стране. Это опыт после победы левых, но и до победы левых можно использовать многие черты этого интереснейшего опыта. Вот, собственно, простейшие, важнейшие шаги по социализации отношений собственности, которые могут и должны дополняться активным участием профсоюза в контроле за социальной сферой и так далее. Но это только часть блоков социализации отношений к капитализму. Дальше о снижении неравенства через реформы, о изменении параметров воспроизводства через реформы мы поговорим в следующей лекции, а в конце, коротком фрагменте. А в конце мы обязательно вернемся к вопросу о том, каковы противоречия реформ, ограниченность реформ и почему нужны не только реформы, но и качественные изменения общественной системы. Спасибо. До встречи в рамках следующего фрагмента нашего курса.